Традиции с Сергеем Михеевым Священником Никольского монастыря города Гомеля Батюшка, я вас приветствую Здравствуйте Ну, начнем с того, так как у нас широкая очень аудитория Начнем с того, а что же такое Пасха Воскресение Христово для православных христиан И вообще для тех, кто может быть даже, ну скажем, далек от веры Что самое важное, что мы должны об этом знать Пасха Христова – это осевое время, если можно так выразиться, для христиан А для православных людей это осевое время окрашено еще такими тонами и красками Которые нас, во-первых, ведут к евангельской истории К чуду воскресения Христа И говорят о том, что, в общем-то, это и есть самое центральное событие всей мировой истории Христос – это творец этого мира, автор этого мира, Бог И для христиан самое главное в их мироощущении – это разделение сущего, если так можно выразиться На тварный мир и нетварный, сотворенный мир и несотворенный Вот, если мы говорим о Боге, мы имеем в виду кого-то несотворенного И вот это не просто несотворенное существо, не просто духовное существо Но это еще тот, кто придумал нас, придумал наш мир, сотворил, вылепил своими причистыми руками И вот автор этого мира – Господь наш, Творец наш, Он становится человеком И проходит длинный путь от Рождества до Пасхи и Вознесения И казалось бы, что в богослужении это краткий период от Рождества до Пасхи Но он ключевой, он важнейший и самые насыщенные дни в богослужении Это дни Страстной Седмицы и Светлой Седмицы А в древности это называлось единым именем Пасхи Крестной и Пасхи Воскресения Сейчас мы, как люди, несколько обмерщившиеся, даже самые христианнейшие из нас Мы не очень чувствуем единства этих двух седмиц, этих смыслов И Николай Александрович Бердяев даже говорил о буржуазности духа христиан современных Которые отличают как раз забвение креста Мы говорим о радости Пасхи, о чуде Пасхи, о ликовании Но забываем, что радость Пасхи неразрывно связана с крестом И самое главное, что христиане понимают, когда входят в церковь, воцерковляются, врастают в церковь А это очень длинный процесс, иногда он занимает десятки лет Так вот, самое главное, что ты понимаешь, когда воцерковляешься Это то, что невозможно помыслить и войти во все смыслы Евангелия без богослужения И когда мы говорим о том, что для христиан характерно единство мыслей, единство сердца Единство пения, даже единым сердцем, едиными устами Мы славим Господа, есть такое выражение очень красивое Вот это единство заключено не в документах, которые принимает Патриархия Или, может быть, решении Всемирного Народного Собора Русского Или, может быть, в некоторых конституциях, которые в каноническом праве у нас заключены А единство мыслей христиан, очень разных людей, разных возрастов, разных убеждений Покоится в богослужении Вот здесь это единство, тот самый стержень, который нас всех объединяет И поэтому так важен для православных людей Великий Пост И особенно Дни Страстной и Светлой Седмицы Потому что это духовное упражнение, воспитывающее в нас такую монашескую Очень сложную способность и практику созерцания креста и воскресения Вот в этом единстве созерцания креста и воскресения И когда мы входим в Великий Пост, в которой есть подготовка к Пасхе И без этой подготовки совершенно невозможно приобщиться к смыслам Пасхи Начинаются удивительные тексты звучать за богослужением Важные, важнейшие просто тексты И вот когда меня люди спрашивают, как войти в церковь, как спасать православным человеком Можно, конечно, начать с философских трактатов и прочитать целый шкаф богословской литературы Но это вас не приблизит к церковной жизни, к евангельской жизни К такой жизни, о которой говорил преподобный Серафим Саровский Мне кажется, единственный путь – это путь через богослужение И я сам входил в церковь, когда мне было 14 лет Первый раз я проводил такие обследования нашего храма Единственного храма в нашем городе Ходил вокруг, советский пионер, книжек никаких не было И то, что меня поразило в первые дни этих наблюдений Это удивительная красота и глубина богослужения И те измененные лица божественных старушек и богомольных старичков Которые выходили из храма И потом я сам рискнул зайти на богослужение И услышал то, что там пелось, читалось И это было просто потрясающе И вот такие самые первые яркие воспоминания у меня о церковной жизни Как раз связаны с людьми, которые были влюблены в богослужение Это очень важно Очень важно полюбить богослужение, понять его Распробовать То самое богослужение древнее, которое мы получили от наших отцов От наших матерей, от божественных старичков и богомольных старушек И я хорошо помню в детстве, как я первый раз увидел Как старушечки наши шли в Великий четверг После длинного-длинного богослужения страстных евангелий С зажженными свечками по домам И меня это так поразило Как это так? Знаете, совершенно советский город Все заняты чем-то таким важным У всех есть какие-то планы И тут идут старушечки с этими зажженными свечками С необыкновенно светлыми лицами После чтения 12 отрывков Евангелий страстных Мне вот тогда в таком подростковом возрасте захотелось понять Что там они делают? Что же там такое происходит, что человек настолько преображается? И потом, когда я уже начал сам на клиросе читать и петь Мне позволили, это великая честь Петь на клиросе и читать на клиросе И я эти тексты прочел в первый раз, услышал, даже спел И до сих пор я влюблен в эти богослужебные книги, в богослужебные тексты Не мыслю, как вообще возможно быть христианином, если ты не живешь умом своим и сердцем в богослужении Я не могу понять людей, которые требуют перевести, например, эти тексты на русский язык Ведь это утрачивается смысл, тем более, что сейчас есть возможность читать и по-гречески То есть оригинальный текст, сравнивать переводы Более точных переводов просто не существует, чем переводы на церковно-славянский язык Но важно вот что, важно то, что когда ты вчитываешься в эти тексты, вслушиваешься даже в них Не у всех есть роскошь быть на клиросе Ты начинаешь понимать, что это действительно очень сложное духовное упражнение Которому готовят людей несколько недель, седмиц Великого Поста И существует определенная динамика, акценты, ударения, расставленные в этих текстах На что нужно обратить каждую неделю У каждой недели есть предмет своего созерцания Он, кстати, не так очевиден, как это написано в календаре Нужно действительно участвовать в богослужении, чтобы распробовать эти темы Они бывают сокрыты даже для священников Которые как будто бы вот тут вот рядом, здесь на клиросе или в алтаре Так вот, начинается все с первых недель покаяния Когда мы просто сосредоточены на себе На своих проступках, на страстях, которые разрывают душу Вот есть такой красивый образ в одной из стихер 6-7 Великого Поста Когда дается такое толкование притчи о богаче и лазере Хорошо нам известна такая социальная притча Которая как будто бы учит тому, что мы должны относиться Сочувствием к несчастным людям, помогать им Но в толкованиях, которые даются в триоде постной Это книга, которая читается за богослужением Великим Постом Совершенно неожиданно вдруг появляются смыслы Говорится о том, что богачий лазер – это то, что не со вним меня происходит Это внутри То есть я предаюсь гедоне, вот этим удовольствием Падхисин, ну как в греческом тексте это звучит То есть страстями я себя разрываю А мой лазер, мой ум Имеется в виду не интеллектуальные способности А душа, сердцевина души человека Его сердце, как святая цена завида Он лежит нищий, голодный, израненный и раздерганный Там есть такое греческое слово замечательное Которое можно было так перевести в ум Хелко, он раздерган просто на части Он не собранный, рассеянный Он голодный, больной и раздерганный Вот то, что у меня внутри происходит И весь Великий Пост, то, что я делаю Это я пытаюсь собрать свой ум, свою сердцевину Покаяться в своей гедонической жизни Отречься от страстей И все это не потому, чтобы стать хорошим Потому что мы, как честные люди, понимаем Что вообще-то не очень-то в этом и преуспеваем В этой борьбе со страстями А чтобы к страстной седмице подойти С какой-то минимальной способностью Сосредоточиться на созерцании креста И воскресения Христова И происходит удивительное дело Когда начинают звучать в церкви Песнопения страстной седмицы Вдруг исчезает вообще мотив Связанный с моим внутренним состоянием Покаянием Вообще меня нету Мы же знаем, что в церкви чаще всего звучит Господи, помилуй, подай Господи Так вот этот «Подай Господи» и «Господи помилуй» Куда-то уходит на маргиналиев Куда-то в тень И в центре созерцания, в центре внимания Только Христос Причем некоторые стихиры даже поражают Какой-то скупостью Ты слышишь просто пересказ Евангельского текста Очень скупой Невероятно поэтичный И в то же самое время Какой-то невероятно красивый В своей предельной сдержанности И вот именно поэтому Наши богомольные старички Божественные старушки Вот с которыми мне посчастливилось В детстве общаться Они боялись пропустить Богослужение Которое происходит На Страстной Седмице Раз в году Например, в Великий Четверг Литургия утром Которая повторяет Вернее повторяет Переносит человека В тайную вечерю На тайную вечерю Потому что есть такое Богословие времени В церковной мысли Которое говорит Не о повторимости события А о единственности события В котором мы Просто как будто бы Как на машине времени Что ли переносимся Именно этим богослужением И вечером Богослужение Страстей В тот же самый Четверг Чтение 12 Евангелий После которых Идут со свечками Люди домой Несут этот священный огонь Я видел бабушек На двух палочках Которые приходили За три часа До богослужения Они боялись Это пропустить Потому что Это очень важно Потому что Без этой службы Ты не почувствуешь Пасху Как она есть Не просто Пасху Знаете Как взволнованность Эстетическую А ты не будешь Приобщен к смыслам Пасхи Вот что важно Что бы мне хотелось Здесь Уточнить И заодно Как бы Поговорить вот о чем Вы говорите о стариках И О старушках Которых я тоже Очень хорошо помню И которые тоже Производили особые впечатления И вообще Как бы в советское время Странным образом Запустение Вот например Брошенных храмов Тянуло к себе Какой-то тайный Вы говорите О стариках и старушках Как вот тоже О тех Кто донес эту веру Но вот чтобы Мы бы на одних Стариках и старушках Вот в дальнейшем Не остановились Потому что они кончатся Эти старушки Они уже кончаются Да Важно Важно людям Мне кажется Тоже многие вещи Объяснять В том числе Тем кто Не очень вообще Понимает Ну условно говоря Кто там Ну видит Эти очереди За куличами И прочее Вот вы сказали О том У нас осталось Тут пару минут Но тем не менее Давайте начнем Вы сказали о том Что собственно говоря Воскресение Христово Это был переломный момент Истории Мировой истории Истории человечества А в чем этот перелом состоял Если так так сказать Условно говоря Человек с улицы Спросит Ну а что там Что там было до этого Что потом Изменилось после Да Да Это очень важный вопрос Я скажу Что старички и старушки Не просто заканчиваются Они закончились уже И я просто вспоминал Свою юность Своё первое знакомство Со смыслами Вот Это для меня Очень автобиографично Это очень важно Я думаю Что каждый человек Который в церковь приходит Понимает важность Личной истории И вот это одно Из революционных Свершений Которые христианство В общем-то совершило То чего не знала Античная мысль Ценность личного В глазах божьих Это один из моментов Который собственно Прозвучал Впервые только В христианстве Именно потому Что Христос Пришёл Спасти Человека От смерти И тем самым Показав Что всё Что в моей жизни Происходит Это уникально Неповторимо Необратимо Это очень важно Мы Христа Называем спаситель Батюшка Давайте мы На этом моменте Прервёмся После короткой паузы Вернёмся Я ещё раз напомню Что это передача Традиции Сергей Михеев В студии И у нас В гостях Архимандрит Никольского монастыря Города Гомеля Отец Савва Мажука Мы говорим О наступающей Пасхе Главном празднике Для православных христиан Да и вообще Для всего мира Как раз Вот на этом моменте Мы остановимся И с этого же момента Начнём следующую часть Оставайтесь с нами Традиции